Здравствуйте! Меня зовут Даниил Михайлов. Сегодня 8 марта. В эфире ЛРТ специальный выпуск новостей, посвященный главному празднику весны. Вас ждет много интересного. Давайте начнем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Духовой оркестр исполнял знакомые мелодии, а далее на центральной арене гостей уже ожидало театрализованное представление. В этот день для женщин подготовили яркие и красивые номера. Звучали самые теплые слова пожеланий. Владимир Ужицкий на празднике отметил высокую работоспособность, самоотдачу и ценность женщины на земле. Вы приходите в школу, там кто? Больше 80%, где-то 83% это женщины. Садики, воспитатели 100% женщины. На узловых точках только женщины. И это доставляет, я думаю, мне, по крайней мере, удовольствие, потому что это есть надежность, это есть разум, интеллект, мудрость. И знаешь точно, что тебя не подведут. Концерт в честь 8 марта стал уже традиционным. На этот раз центральная арена «Триумфа» была полностью заполнена. Танцы, музыка и песни в этот день создавали настоящую праздничную атмосферу. Так в адрес главных виновниц торжества звучали самые теплые пожелания. Депутат Мособолдумы Игорь Каханый также присоединился к многочисленным поздравлениям. Знаете, вы несете в нашу жизнь красоту, тепло, заботу. Я вам пожелаю в этот день, чтобы вы любили, были любимыми. С этими словами согласны и сами женщины-гости, которые присутствовали на этом праздничном концерте. Просто, наверное, любой близких подарки, от них внимание. Я думаю, что вот это для меня самое главное. Анна Троян, Мария Антонова, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Флэш-моб от ГИБДД. Необычное поздравление для коллег прекрасного пола придумали люберецкие госавтоинспекторы. Работницам ГИБДД подарили мастер-класс по контр-аварийному вождению. Как это было, смотрите прямо сейчас. Цифра 8. Составленная из полицейских машин. Этот оригинальный флэш-моб запустили госавтоинспекторы, чтобы поздравить женщин с главным праздником весны. В Дзержинском солнечно. Отличная погода, чтобы погонять на автодроме. Именно такой необычный подарок руководство Люберецкого ГИБДД подготовило для своих сотрудниц к 8 марта. Девушки наши, которые трудятся в государственной инспекции, мы за них переживаем и решили, что вот этот подарок для них будет более чем актуален. И что вот те ситуации, о которых я говорю, они к ним подготовятся и смогут уже достойно отреагировать на любые изменения дорожной ситуации, в которые они попадут. Мастер-класс по контр-аварийному вождению начали с теории. Инструктор автодрома объяснил девушкам, как себя вести за рулем во время заносов, а также как реагировать в опасной дорожной ситуации. Хотелось бы научиться не попадать в ДТП вот именно на скользкой дороге. Приходится и резко тормозить, и, скажем так, думать на несколько шагов вперед, чтобы предусмотреть, скажем так, маневры другого водителя. Езда в зимнее время опасна для всех автолюбителей, и тем более для работников ГИБДД. На площадке автодрома девушки отработали полученные знания, а также потренировались выполнять знаменитый полицейский разворот. Ворот, руля в сторону, ручник, руль в другую сторону, тяга, 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 не сдаемся, не тормозеем. Это полицейский почти разворот у нас получился. Ситуации бывают разные, поэтому готовыми, конечно, особенно нам, кто в погонах, нужно быть ко всему. Всем участницам заездов катание на автодроме доставило массу положительных эмоций и полезных навыков. В целом экстремальная езда очень понравилась, обязательно приду сюда еще раз и еще раз попробую. В завершении девушки получили сертификаты о прохождении мастер-класса, а также поздравления с Международным женским днем. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Научить ребенка лучшему, воспитать его достойным человеком – задача не только родителей, но и учителей. Эта благородная профессия всегда была и будет в почете. Героем нашего следующего сюжета стала Татьяна Арсеньевна Смирнова, учитель-экспериментатор гимназии номер 41. Приступая порог родного первого В-класса, она заходит будто во второй дом. И там ее всегда ждет 31 ученик. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Ласково и в то же время строго она ведет урок, на котором в полной тишине и со всем вниманием ее слушают ученики. Татьяну Арсеньеву называют педагогом-экспериментатором. Основываясь на образовательной методике, она авторски разрабатывает концепцию занятий. Так мы побывали на уроке по развитию творческого потенциала личности. Следующая ручку поставили буква. М. Приготовились. И застрюляю. Это упражнение направлено на лучшее запоминание правописания букв. Проговаривая вслух каждый элемент, у ребенка одновременно работает не только мозг, но и развивается мышечная память. Вообще каждый урок этого учителя интересен по-своему. Реснички 6, 7, 8 и улыбку 9. Вам понравилось ваше солнышко? Всегда готова прийти на помощь, внимательная и искренняя. Эти качества в Татьяне Смирновой отмечают и ее коллеги. Все инновационные преобразования, которые были в гимназии, они начинались с легкой руки Татьяны Арсеньевны. Это человек, который никогда не унывает. Я, например, никогда не видела, чтобы Татьяна Арсеньевна была грустная, понурая, злая или без настроения. То есть это человек солнышко. И такая она не только в работе, но и дома. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у семьи Смирновых, где за чашечкой чая мы узнали, какая она – педагог-новатор вне школьных стен. Мама – это заряд энергии, просто скопление огромного заряда энергии. Да, мы все подзаряжаемся к ней. Мы знаем, что если мы придем к маме, то она всегда нас встретит с улыбкой, с добротой, с теплотой. То есть от этого человечка всегда вот прям вот солнышко светит. Семья для нее все. Да, с ней лучше дружить, чем с Сочи. Если кто-то на семью нападает, то это защита еще по… Какая с чем мы, Сашка. То есть какие вот у нее главные качества вы можете выделить? Ну, конечно, самоотверждение. То, что она столько времени в работе отдает, я даже не могу представить. Она приходит постоянно, да? Вот у нее эти тетради, какие-то журналы. Маму мы не видим, а только слышим. Да, да, да. Ну, а давайте теперь вот поговорим о том, о вашем хобби. Какое-то есть вот в семье у каждого наверняка, да? У меня очень много увлечений, мне очень действительно много нравится. Но на что-то хватает времени, на что-то не хватает. У нас каждый год в 41-й гимназии проходит Маркариевская ярмарка. И когда я пришла первый раз, я увидела массу таких изделий ручной работы. То есть я очень люблю то, что люди делают, вкладывают душу. Я считаю, что вот прямо душа вот в них. Расскажите вот еще последок. Какие вот у вас есть, может быть, цели на будущее, планы? Ну, цели громадью. Первый план я выполнила. Я получила права в этом году. Мне очень хочется еще куда-то съездить. То есть попутешествовать вот где возможно. Очень хочется мне научиться фотографировать. То есть не вот эти любительские съемки, а увидеть где-то что-то особенное. И вот чтобы это осталось. Вот такая открытая, веселая, любящая, целеустремленная. И на работе, и дома. Она создает вокруг себя особенную атмосферу теплоты и добра. У таких людей хочется учиться. Анна Троян, Мария Антонова, Александр Богданов и Дмитрий Родзенко. Телеканал ЛРТ. От учителей не отстают и ученики. Маша Неанилина из Томилинской школы спасла жизнь тонущей девочки. За мужественный поступок она получила награду от губернатора Московской области в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». А восьмиклассницы, которые не понаслышке знакомы словам мужества и храбрость, в нашем следующем сюжете. Никто и подумать не мог, что 14-летняя Маша окажется настоящей героиней. Одноклассники о ее храбром поступке узнали только сейчас, спустя полгода. Летом, отдыхая на речке, Маша случайно увидела, как маленькую девочку течением уносит от берега. Вижу, как она начинает кричать, что помогите, и начинает погружаться в воду. Я сначала вошла в ступор, я думала, что сделать, и просто как вот... Но не растерявшись, Маша бросилась к девочке на помощь. Сквозь все, сквозь камыши и собственный страх. Она от испока начала лезть на меня. Я пыталась ногой нащупать берег, думала, там не слишком глубоко. Но оказалось, что там был ил, и он начал засасывать меня. То есть меня. И получается, я начала тоже сама погружаться. И потом я ей сказала, успокойся, взяла ее на спину и начала плыть к берегу. В подобной ситуации сложно не растеряться. Маша до сих пор не может понять, как все произошло. Вот это начинается адреналин. Когда ты не понимаешь, как я это сделала. Этот момент, это прямо, мне кажется, навсегда я запомню. На ее месте я бы немножко даже растерялась, позвала взрослых для начала. Поэтому я считаю, что Маша очень достойна уважения. И не зря к ней в классе все-таки относятся так хорошо. Помимо учебы в школе, Маша играет на фортепиано и поет. В свободное время любит кататься с друзьями на коньках. За отвагу и решительность она стала участницей гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», где получила награду из рук губернатора Андрея Воробьева. В Совете Федерации сложилась добрая традиция, очень важная и почетная. Это награждение молодых героев. Дети, которые, казалось бы, еще очень далеки от взрослой жизни, совершают мужественные и важные поступки. Как вести себя в экстремальных ситуациях, Машу учит ее папа. Сейчас она всерьез задумывается об учебе в МЧС, чтобы и дальше спасать людей. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Волонтер, журналист, музыкант, актриса театра. Возможно, вы подумали, что я говорю о разных людях. Но на самом деле все эти способности сочетаются в одной хрупкой девушке. Героиня нашего сюжета Татьяна Курилович. Занимая ответственную должность пресс-секретаря главы Люберец, она всегда находит время для творчества. Как ей это удается, узнаете прямо сейчас. Она все время в спешке и всегда в боевой готовности. Перед выездом на мероприятие обязательно проверит, всем ли журналистам отправлены пресс-релизы и уточнит, какие средства массовой информации займутся освещением того или иного события. Ни одно важное собрание или официальная встреча не проходит без ее участия. Работа Татьяны всегда за кадром, но она очень важна и ответственна. В Люберецкую администрацию Татьяна Курилович пришла пять лет назад. На тот момент за плечами у выпускницы журфака МГУ уже был большой опыт. Любовь и интерес к профессии был настолько велик, что на четвертом курсе она устроилась на работу и на протяжении семи лет трудилась на различных телеканалах. Делала разные программы, от юридических, где я была просто ведущей, до программ о животных. Я там была и автор, и ведущая. Вот делала программу о культуре, была ведущей новостин. Кстати, о программе про животных. Этой сферой Татьяна занимается до сих пор, только не в качестве ведущей, а волонтера и организатора различных благотворительных мероприятий. Третий год подряд в Люберцах проходит акция в поддержку братьев наших меньших. Она называется «Мы в ответе за тех, кто нам верит». Наши домашние животные находятся рядом с нами, не только потому, что они нами приручены, а еще и потому, что они действительно искренне нам верят, нам преданы и нас любят. Об этой любви Татьяна знает не понаслышке. Особое место в ее жизни занимает домашний питомец Кисандр. Когда-то этот роскошный кот был бездомным, пока его не взяла под опеку заботливая хозяйка. Понимая, что в современном мире много таких беззащитных животных, Татьяна призывает людей о помощи. Волонтерство – это вообще такая очень обширная тема и обширная сфера деятельности, потому что многим кажется, что это очень сложно в это все вникать. Но, в принципе, волонтерство – это же не только огромные влияния финансовые. Иногда нужно просто отвезти животное из пункта А в пункт Б, просто разово какую-то помощь оказывать. Можно просто приезжать в приют и гулять с собаками, потому что для них это огромная радость. Волонтерство – не единственное занятие, с которым Татьяну свела работа на телевидении. Так получилось, что именно журналистика давала толчок к новым этапам жизни. Все началось с музыки. Ею Татьяна увлекалась еще в детстве, но первые выступления на сцене начались уже во взрослой жизни. Десять лет назад во время съемок она познакомилась с музыкантом Дмитрием Мирошниченко. Так она попала в группу «Дом ветров». А еще нашу героиню можно увидеть на сцене театра. Уже восемь лет Татьяна состоит в театральном товариществе «Ядь». За это время она приняла участие в семи постановках. Да смотри, выходите сюда, 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 сядь, уже успокойтесь. Я вас меняю, просто это действует мне на нервы. Для того, чтобы достойно исполнить ту или иную роль, приходится раскрывать себе новые таланты. В спектакле по гипсу «Двое на качелях» нужно было танцевать. Тоже совершенно безумный для меня танец в стиле Мерлин Монро. Это просто вообще не в моем характере, не в моем стиле. Мне было очень сложно вообще. И очень все непривычно, сложно. Но еще и вообще вся манера. Ой, ну да, в общем, нужно быть готовым ко всему всегда. И музыка, и театр требуют много времени и сил. Это та сфера, где необходима постоянная работа над собой. К сожалению, Татьяна отдаляется от творчества все дальше и дальше. Но навсегда уходить со сцены она не собирается. В спектакле, ну, где вот я там, с которым я совсем не могу расстаться, я, конечно, выхожу иногда на сцену, но очень теперь редко. Это очень редко. То, что если ты выхожешь на сцену, ты отдаешь. Ты постоянно должен отдавать. Конечно, когда у тебя ресурс исчерпан, когда ты, в общем-то, на работе все отдал, то пустым на сцену ты не выйдешь. Просто это будет, в общем-то, жалкое подобие. Тот, кто знает об основной работе Татьяны, не удивится. Ведь это колоссальный объем информации, событий, общения с разными людьми. У нее энергии полно. Она с утра до вечера может работать, причем с одинаковой интенсивностью. Неважно, это ночь, неважно, это утро, неважно, это выходные. Всегда откликнется, даже если она занята, даже если у нее какие-то свои дела, она все равно старается уделить тебе внимание. В этом и заключается особенность Татьяны. Несмотря на плотный график, бесконечные гастроли, репетиции, тренировки, она никогда не забывает о друзьях. Порой, отбросив назад плохое настроение, дарит окружающим людям улыбку. Про таких говорят человек с открытым сердцем. Луиза Игазарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Женщины не всегда слабый пол. Иногда они могут дать фору мужчинам по силе и выносливости. Так, например, Александра Антипова, спортсменка из Люберец, в прошлом году заняла первое место на чемпионате мира по бодибилдингу в Литве. Ее соперницами в борьбе за победу стали 20 девушек из разных стран мира. Сильная блондинка с мужским именем на сцене демонстрирует отличную форму, уверенные позы, ослепительная улыбка, победный взгляд. Александра Антипова, как будто уже тогда знала, в этом соревновании станет первой. Чтобы добиться таких результатов, Саша тренируется до седьмого пота два раза в день, шесть дней в неделю. Строгая диета и правильный сон обязательно. Но все это с лихвой компенсируется переживаемыми на соревнованиях эмоциями. Ты выходишь, отрабатываешь и живешь на сцене так вот. Такие эмоции, что это непередаваемо просто. Ты делаешь то, что ты делал за полгода. Впахивал и за это пять минут, две минуты ты должен это максимально отработать, выложиться. В спорт Саша пришла в семь лет. Начинала с легкой атлетики, потом занялась боксом. Вспоминает, всегда защищала честь школы на соревнованиях, а потом поняла. Хочет посвятить свою жизнь бодибилдингу. Смотрела, когда на девушек накачанных. Я вот именно хотела так выглядеть. Я сказала, я вот буду именно такая. Чтобы прийти в такую форму, ей понадобилось пять лет. Вот так Саша выглядела в 2012-м. А эти фотографии сделаны около полугода назад. За это время она добилась не только видимых результатов, но и больших успехов. Я хотела выиграть мир, я хотела выиграть Россию. И, естественно, в этом году я сделала все, что я хотела на самом деле. Даже больше. Те, кто знают Александру долгое время, говорят, что добиваться поставленных целей, ей помогают твердый характер и железная воля. А может, все дело в ее имени. Ведь с древнегреческого оно переводится как «мужественное». Достаточно независимая девочка. То есть, достаточно таким железом, с характером. Потому что, я так думаю, это наложило отпечаток у нее занятия боксом. Все-таки она и боксом занималась. И чуть-чуть восточным единоборствами. Ну и, соответственно, наложило отпечаток, что она живет в Люберцах. Саша – коренная люберчанка. Свой город любит, гордится им и верит. Она сможет принести ему, да и всей стране, еще немало громких побед. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Ну и в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». В честь Международного женского дня наш корреспондент Анна Троян задала люберчанам непростую задачку. Как жители города справились с ней, узнаете прямо сейчас. Чего хочет женщина? Этим вопросом хотя бы раз в жизни интересовался каждый мужчина. И действительно, представительницы прекрасного пола любят намекать, недоговаривать. Именно поэтому сегодня мы поинтересуемся у них напрямую, чтобы узнать, насколько близки в своих догадках мужчины. Чего хотят женщины? Внимание, заботы, еще чего, любви, тюльпанов побольше. Да бог знает. Наверное, искренней любви. Чтоб ребенок был здоров и все счастливы. Счастья. А еще? Любви. А как им это дать? Как это дать? Это сложно. Ну, мне кажется, любви достаточно. Знаки внимания, наверное, даже маленькие. Хоть чуть-чуть. Накаченных парней, не знаю, спортивных. Чтоб их любили и на руках носили. А как этого добиться? Не знаю. Усильными, титаническими. А любви, счастья, душевного равновесия. Успехов в работе, в семье. Побольше денег, возможно. Мне кажется, все в твоих руках. Смотря какая женщина, смотря какие запросы. Господи, что денег побольше? Что женщинку может хотеть? Для меня главное это внимание. Ну и любовь, естественно. Их никто не может понять. Это невозможно узнать, чего она хочет. Она сама не знает, чего она хочет. Поздравляем всех дам с прекрасным праздником 8 марта. Здоровья детям. Любящих мужчин с очень можно пожелать. Чтоб они оставались всегда счастливыми, красивыми. И радовали нас, мужчин, своей красотой и нежностью. Поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам любви, ласки, счастья. Здоровья всего самого хорошего. Уважаемые женщины с 8 марта. Любви вам, тепла, мужской заботы. Прежде всего здоровья, красоты, благополучия. И хороших вам мужчин. Все элементарное просто, мужчины. Теперь только стоит прислушаться к вашим женщинам. Ну а мы, коллектив ЛРТ, присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем побольше улыбок в этот прекрасный солнечный день. Анна Троян, Никита Скраган. Специально для рубрики «Свободный микрофон». На этом наш специальный выпуск подошел к концу. И я бы хотел поздравить всех женщин с 8 марта. Пусть этот праздник украсит ваш день благоуханием цветов и солнечными улыбками. Желаю тепла и радости. С вами был Даниил Михайлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова